юзер ds8 здравствуйте виктор я тоже из людей которым вы спасли мозг помогите пожалуйста разобраться давно уже заинтересовался какая сила уравновешивать простые рычажные весы по формуле всемирного тяготения они наоборот выходят из равновесия информации не нашел учителя физики ничего не отвечали через детей у них спрашивал допустить что ньютон ошибся я конечно не мог ну и такое для этого но когда на пусто на ваши ролики то весы на приталкивание заработали но подтверждение этого очевидного примера пока не услышал это и смущает и все то что не могли же ученые за 350 лет не подставить форму тяготения к весам которые у всех перед глазами может быть правда все как просто с весами прошу растолкуйте а то детям торжественно объявил на радостях что науке гигантские перспективы появится когда россия станет суверенной и подтверждение про весы пока не попалась может уже есть тогда прошу ссылку спасибо за ваши труды с уважением константин березников константин березников и красавчик вы заметили это предположим у нас есть какая-то такая вуза которую мы можем уравновесить каком-то положении найти центр до что она перестанет качаться там вправо или влево естественно должен проходить проходить тоже такой подвес через центр она будет пристанет колебаться до освещаются и сами мы сталкивали жизни много раз но есть один прикол эта схема будет работать по-разному вселенной построенной на прямом притяжении по ньютону и в системе построенной на приталкивании по ломоносову по ньютону она никогда не сможет находиться в таком состоянии она обязательно перевесится либо так либо так а по ломоносову она может находиться в равновесии да можно сюда грузики прикреплять она застанет в каком-то положении чем это связано это связано с математическим расчетом у нас здесь вот половина массы здесь половина массы да и есть силы с которыми рычажные весы притягиваются к земле давайте зайдем монографию и посмотрим если мы зайдем монографию посмотрим вот график силы тяготения это единица на квадрат и если мы смещаем грубо говоря любую массу по оси то у нас изменяются силы и для этой части тела и для этой части то здесь у нас будет тянуть сильнее вниз а здесь чуть чуть меньше будет тянуть единственный вариант этого тела это встать вот в эту позицию как бы мы не находили центр вот мы идеально найдем центр она все равно встанет по версии ньютона вертикально потому что уменьшается расстояние до центра масс и какая-то часть притягивается сильнее чем другая она без разницы может стать так может так но она станет в это положение это вот как раз тот момент с рычажными весами который был подмечен автором комментариях константином березниковым константин березников принципе оглашает нам эксперимент который доказывает в каком мире мы живем в мире на построена на прямом притяжении по ньютону или в мире построенном на комплексном приталкивании по ломоносову вот если у нас рычажные весы всегда стоит вот так значит мы в ньютоновском мире в мире по ломоносову у нас есть два типа сил одни отталкивания от земли они как раз выравнивают эту схему да и вторая комплекса комплексные силы извне вот от комплекса тел расположена в пространстве который создает равномерный ковер эти силы количественно увеличиваются да с приближением но смысл в чем как бы мы не меняли вот это положение с точки зрения верхних сил которые давят мы не можем к ним приблизиться чисто технически там воздействие формируется тоже единица на r квадрат но но количественно из-за угла за из-за захвата этих масс очень геометрия то есть абсолютно разная силовая картина в одной у нас весы могут вот так находиться потому что есть силы обеспечивающие равновесие а в другой картине они могут только вот так вот стать пожалуйста заходите смотрите монографию можете без монографии каждый человек может построить график единица на r и построить единичное смещение и убедиться что на версии ньютона ничего в нашем мире не существовало бы вот и на странице в принципе на 22 3 4 график он нам и показывает как тело может находиться в равновесии это вот как раз и воздействия с обоих сторон это не потенциальна яма это у как раз разница села показано как достигается равновесия мы единственные кто показал как работает равновесие в 21 век мы известны кто показал форму на как работает равновесие ни один технический вкусный один физический вуз не показывать как работает равновесие форму stick МГУ ребята закончили физфак, они не знают, как работает равновесие. Бауманку закончили, они не знают, у них формульного ряда нет. Мы единственные, кто это показал. Они смотрят там про потенциальную яму перехода энергии. Это не научный продукт. Равновесие – это равенство весов, равенство сил. Это не переход энергии. То есть нарушен первый закон логики. И это преподают во всех вузах. То есть стыд и позор. Единственный источник достоверной информации – это наш канал, наши публикации. Заходите, пожалуйста, смотрите. Вот мы единственные на этой планете в 21 веке, кто дает эти знания. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». Будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!